Вы смотрите новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах дня. За чистое будущее. То, что вы сделали, это очень достойно. Глава Росприроднадзора открыла новую очистную установку на Танека. Как она ценила работу нефтяников и республики в целом, расскажет Рамиль Шайтулин. Хотели жить на земле и дышать свежим воздухом, а в итоге оказались в промышленной зоне. Живем здесь уже как на промзоне, нам больше уже невыносимо. По чьей вине жители Менделеевска вынуждены дышать пылью из-за потока камазов, выясняла Юлия Гоголева. Первые в республике. Средняя урожайность 22 центнера с гектара. Как аграрии Ознакаевского района успели и урожай собрать, и первый хлеб попробовать, увидела Наталья Мезина. История книг в новейших форматах. Мэппинг, инсталляция, аудиоотрывки. Книги, несущие в себе свет сквозь века. Конечно, это уникальный проект. На выставке «Глобальный мир татарской книжности» побывала Вероника Гайнадзинова. И начнем с главного. Сегодня Владимир Путин заявил, производство самолетов Ту-160 обеспечит стабильную загрузку казанского авиационного завода на ближайшие 7 лет. Президент России сегодня встретился с главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. Речь шла о реализации крупных проектов в области самолетостроения. Как сообщил Юрий Слюсарь, работа на казанском авиазаводе ведется по контрактам с Министерством обороны. Они подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию существующих. Напомним, контракт между Министерством обороны страны и казанским авиационным заводом был подписан на поставку 10 модернизованных мобородировщиков еще в 2018 году. При присутствии Владимира Путина сумма контракта 160 миллиардов рублей. На тот момент на предприятии трудились 7 тысяч человек. Как было отмечено тогда, новые соглашения позволят привлечь еще 2000 человек. Белый Лебедь с новыми двигателями совершил свой первый полет в ноябре прошлого года. По стратегической авиации, ситуация сбалансирована. Контракты с нашим заказчиком в лице Министерства обороны подписаны. Они подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию существующего парка стратегов. Это для казанского завода обеспечивает стабильную загрузку на ближайшие 10 лет. На 7 лет как минимум? На 7 лет как минимум. Есть и планы, которые заказчик озвучил, так что это будет на больший период. Программа перспективная смогут создать авиацию в соответствии с графиком. Сегодня в Москве президент Рустам Миниханов встретился с заместителем премьер-министра России Маратом Хуснулиным. Они обсудили ситуацию на строительном рынке, в том числе в сфере жилищного строительства. Также затронули вопросы реализации в Республике национальных проектов. Отдельной темой беседы стало строительство трассы М-12. В ходе встречи речь зашла и о предстоящем праздновании тысячестолетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Напомним, Марат Хуснулин возглавляет Оргкомитет по подготовке и проведению знакового для мусульман события. Еще один успешный экологический проект реализован в Закамье. Сегодня в Нижнекамске на Танека с участием главы Росприроднадзора Светланы Родионовой запустили установку водоочистки. В российских промышленных предприятиях такой пока нет. Теперь грязная вода с фенолом из производства не попадает в природную среду. Удачное приобретение системы и опробирование ее на Танека позволят внедрить технологию и на других компаниях, в том числе по всей стране. Рамиль Шайдулинс, место события. Вот так начинается технологическая революция. Теперь на нефтехимическом производстве можно очищать техническую воду до состояния дистиллированной. Это делает новая установка Танека, аналогов которой в России пока нет. То, что вы сделали, это очень достойно. Это на лучшем уровне, это не пятерка, это сильно больше, чем пятерка. То, что вы идете спереди, это очень достойно. В отличие от классических установок, здесь за процесс очистки отвечают не смолы, а мембраны. Благодаря этому процесс идет тщательнее, из воды удаляются все соли, взвеси. А самое главное, крайне опасный для природы фенол, причем на самых ранних этапах. Благодаря чему технические источные воды будут очищаться, а значит не вредить экологии. Данная технология характеризуется низкими капитальными затратами. В полтора-два раза ниже по сравнению с аналогичными процессами. Масштабирование вы уверены? Масштабирование мы уверены. Светлане Родионовой показывают и другие новые проекты компании. Все они под эгидой циркулярной экономики. Один из них циркулярный лес. Каждый год Татнефть привлекает школьников, которые выращивают саженцы деревьев, которыми потом засаживают леса. Старые деревья в Танек опускают на производство биотоплива. Так лес постоянно обновляется. Другие проекты связаны с очисткой воздуха или производством труб из отходов нефтепроизводства. Их снова пускают в дело. Трубы прокладывают при нефтяных работах. Надо меньше тратить. Мы пытаемся меньше тратить. И попутно ведем проекты на разных стадиях зрелости, они повторяют, по захоронению, по улавливанию СО2. Но первое, на что мы сориентируемся, это энергетическое оборудование. За 11 лет это предприятие прошло огромную эволюцию. Это не из первого класса, это десятый перейти. Это совершенно четко достигнуть лучших стандартов в своем классе, в своем уровне. Происходит совершенно циркулярная экономика. Здесь происходит забор воды из водного объекта, полная очистка, применение на предприятии. И фактически мы не возвращаем стоки, у нас замкнутый цикл. Сейчас будут наблюдать, какой эффект даст новая установка на Тонека. При успешном результате такую же внедрят и на остальных предприятиях Татнефти. По словам Светланы Родионовой, эффективность проекта гарантирует ее реализацию по всей стране. Рамин Шайдулин, Вадим Иларионов, ТНВ, Нижнекамск. К другим новостям. Мы задыхаемся от выхлопных газов и дорожной пыли. С такой проблемой в нашу редакцию обратили жители Менделеевска. Дело в том, что через их улицу, набережной, ежедневно больше груза возят тонны песка. Объездной дороги к месту складирования строительного материала нет. Как итог, постоянный шум, жители перестали отпускать детей на улицу. И опасаются, что КамАЗы окончательно разрушат асфальт на их дороге. Юлия Гоголева разбиралась в ситуации. Живем здесь уже как на промзоне. Нам больше уже невыносимо. На улице с многообещающим названием набережной эти люди живут вот уже много лет. Но сейчас многие жалеют, что купили здесь участки. Последние два года с раннего утра их дома содрогаются от потока груженных песком КамАЗов. При этом пыль на дороге стоит столбом. Квартиру продали, начали строить дом. Такого движения вообще не было. И ребенок у нас ходил, и гулял, и на самокатах мы катались. Два, вот третий год, мы уже не можем из ворот выйти. Все подлетает, в домах все дребезжит. Никому это ничего не надо. Ездят грузовики с большим перевесом, без тентов, с нарушением правил дорожного движения. Два года назад один из КамАЗов, который спускался по этой дороге, чуть не врезался в этот жилой дом. У него отказали тормоза. Спас строение только вот этот металлический столб. И чудом никто не пострадал. Как выяснилось, песок по этой дороге КамАЗы везут из бывшего речного порта. Последние несколько лет его территорию арендует частная фирма. Песок и ПГС для организации доставляют на баржах. Покупают и вывозят его на больших грузах разные компании, в том числе и частники. Директор по телефону нас заверил, работают они законно. Полностью все законно. К нам каждую неделю приходят экологи, другие службы, чтобы там чистота, порядок, все это было. За свой счет поливаем, чтобы пыль не поднималась. И полицосим тот маршрут, по которому мы ездим. По словам Даниза Зайнулина, в июне действительно КамАЗов сюда приезжало больше. Возили песок для строительства в федеральной трассе М-7. Жители говорят, не меньше 70 машин в сутки. Но после многочисленных жалоб поток сократился. На сегодняшний день этот поток движения остановлен. Подрядчики приняли решение, они возят инертный материал сейчас с других портов. Тот инертный материал, который возится с нашего Менделеевского порта, этот материал покупают только сейчас у нас частники и разные юридические лица. Большого потока машин там на сегодняшний день нет. Однако местные жители уверяют, проблему это не решило. Только за время нашей съемки в течение 20 минут мы насчитали 6 больших грузов. Ладно, вот эти поставили еще, как тормозуки-то. Вот из-за них еще вроде поменьше скорость, а так летают как не знаю кто. По словам жителей, в администрации района им обещали, что регулярно дорогу будут пылесосить и поливать. Но на деле это происходит крайне редко. Как только поступает заявка от порта, сразу же машина оперативно выезжает и поливает. Мы переговорим с начальником порта, чтобы он давал почаще заявки. То, что касается пылесоса, вы говорите, что пылесос был примерно месяц назад. Действительно, когда большой поток машин прекратился возить, пылесос перестал ездить. Жители улицы Набережная настаивают. Поток больших грузов необходимо сократить и проверить деятельность компании на предмет законности. К администрации просьба рассмотреть вариант объездной дороги. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Менделеевский район. По делу об отравлении детей и женщины в аквапарке задержали заместителя главного инженера Казанской ривьеры Ильдара Гарипова. Сегодня в Новосавиновском районном суде прошло заседание об избрании меры пресечения подозреваемому. Напомним, 12 июля пятеро детей и один взрослый были госпитализированы после купания в уличном бассейне Казанского аквапарка. Один ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию. По версии следствия, 51-летний зам главного инженера, который отвечал за соблюдение необходимой концентрации хлора в воде, ненадлежащий исполнил свои обязанности. В качестве меры пресечения попросили заключению под стражу, чтобы подозреваемый не уничтожил доказательства и не воздействовал на свидетелей. Прокурор, как и адвокат, не согласились, что такая мера необходима. Сам Ильдар Гарипов в зале суда сообщил, что сожалеет о произошедшем, но виноватым себя не считает. Ходатайство о заключении его под стражу судья не удовлетворил. С подозреваемого сняли наручники и отпустили. Как сообщает Минздраве, пострадавший мальчик из реанимации переведен в палату, его состояние стабилизировалось. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его взял на контроль глава следкома страны Александр Бастрыкин. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование головного дела продолжается. Сегодня в Татарстане от коронавируса скончались две женщины и мужчины. Им было 88, 64 и 60 лет. За последние сутки в республике зафиксирован 51 новый случай ковид. 18 человек госпитализированы, сообщает республиканский штаб. В России за сутки заболели 25 293 человека. Снова обновлен антирекорд по смертности. В России за сутки от ковида умерли 791 человек. Больше всего инфицированных за этот день в Москве, больше пяти тысяч. В Санкт-Петербурге и Московской области почти по две тысячи заболевших. В Татарстане привились 697 тысяч жителей. Из них почти 460 тысяч получили вторую дозу. Ознакаевские обозы с зерном первыми отправились в элеватор. Район, одним из первых в республике, приступил к уборке урожая. Сейчас зерно вывозится на Ютазинский элеватор. В Ознакаево проводы первого зерна – это давняя традиция. Ежегодно агрария и местные жители празднично провожают обозы. Несмотря на летнюю засуху, средняя урожайность здесь 22 центнера зерна с гектара. Первым хлебом нового урожая угостили тружеников полей. Сегодня уже обмолотили почти тысячи гектаров по району. Сейчас нам нужно мобилизовать все усилия, чтобы все комбайны работали, зерно-така работали. Уже сразу параллельно нужно ввести уборку соломы. Жители поселка Тарловка и Лабужского района хотят сменить прописку на Челнинскую. В состав Елабуги их перевели 12 лет назад. Еще тогда жители пессимистично отнеслись к такому решению. Челны ближе, инфраструктура доступнее и считались горожанами. За эти годы проблем стало больше, а решение их сложнее. Сегодня на встречу с жителями приехал почти весь состав администрации Лабужского района. В жару 35 градусов, в деревне, где старики и дети, то есть они купаться не будут. Это я еще могу окунуться или поехать к родным Челны. Вы представляете, как люди, какая антисанитария при этой эпидемии. Уже с весны в Тарловке живут без горячей воды. Об этом все знают, но мер не принимают, говорят жители. Сеть у нас вообще полностью изношена на 90%. У нас постоянные порывы, у нас проблемы с водой. На встречу с жителями приехали представители Елабужского исполкома. Они объяснили, отключение связано с подготовкой к отопительному сезону. Котел основной, который обеспечивает отопление села в том числе, мы будем варить, будем ремонтировать. То есть это плановая работа в самой котельной внутри. Только вот ремонт будет идти до 15 августа, а это еще месяц без горячей воды. И это одна из проблем. В 2009 году село, бывшее частью набережных Челнов, перевели в ведение Елабуги. От Тарловки до нее 30 километров окружными путями, до Челнов в два раза меньше. Прямых автобусов в Елабугу мало и ездят с большим интервалом. Пожилым сложно попасть в поликлинику, экстренным службам попасть в село. Выцедил меня среди Елабуги, а я не знаю, куда идти. Слепая. И каждый раз так. Мы из Тарловки едем в Челны, чтобы попасть в свою поликлинику в Елабугу. Делают круг до набережных Челнов. В 2013 году у нас сгорел дом, пока ехала пожарная. Также и скорая помощь тоже. Такие случаи были, что по часу, по час сорок едет скорая помощь. Сегодня представители администрации пообещали увеличить количество автобусов и заняться маршрутом. Мы, естественно, обращение отправим в Росавтодор, в Татавтодор. То есть постараемся эту проблему озвучить, вынести ее. Жалобы жителей записали. За одну встречу их набралось три десятка. Может быть, каждые 10 дней, каждую неделю я буду со всеми службными специалистами сюда выезжать, встречаться. И планомерно будем решать. Потому что вопросы копились они годами. И просто приехать и пальцем щелкнуть, чтобы они решились в один день, это, конечно, очень тяжело. По мнению самих жителей, лучший способ решения проблем – возвращение поселка в состав набережных Челнов. С заявлением они уже съездили в исполком Автограда. Но вопрос не в компетенции города. Заявления не прияли. Теперь собираются дойти до Казани. Лина Зинатольная, Эльмир Ганудзинова, Тагир Бекметов, ТНВ, Елабужский район. Правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на выплаты семьям со школьниками. Кому положена субсидия в 10 тысяч рублей и как ее получить – все подробности в интернет-газете «Реальное время». Сегодня премьер Алексей Писошин провел заседание оргкомитета по подготовке международного экономического форума «Казан-саммит». Он пройдет с 28 по 30 июля на «Казань-экспо». Основные темы форума – осознанное потребление, партнерские финансы, индустрия халяль. В 2020-м из-за пандемии саммит не состоялся. В этом году он пройдет онлайн и офлайн с соблюдением всех санитарных требований. В «Казань» съедутся представители 48 стран. На площадках «Казан-саммит» пройдут 90 тематических сессий, форумы молодых предпринимателей, выставка «Индустрия халяль». На следующей неделе в республике ожидается два крупных события. Это главный праздник мусульман Курбан-Байрам и открытие собора казанской иконы Божьей Матери. Оба события пройдут с соблюдением всех антиковидных требований, учитывая нынешнюю ПИД-обстановку. В нашей республике, как в Башкирии, за пандемию объявлять четыре выходных дня на праздник не будут, сообщили сегодня в Казанском Кремле. Традиционно Рустам Мениханов 20 июля совершит праздничный намаз в Галейской мечети Казани. С соблюдением требований Роспотребнадзора пройдет церемония освящения воссозданного собора казанской иконы Божьей Матери. Ожидается приезд патриарха московского и всея Руси Кирилла. Как сообщили сегодня в Кремле, много желающих присутствовать на этом важном событии. Поэтому формат мероприятия будет зависеть от развития эпид-ситуации в республике. Мы все для этого готовим, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, от возможностей. Безусловно, мы к этому готовимся, идет большая работа по подготовке. Это важное знаковое событие, как мы уже говорили, не только для православных республик, но и для всего мира. Безусловно, это мероприятие должно пройти на достойно высоком организационном уровне. В том числе и президент особое внимание отмечает, что санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться. Депутат Госдумы Ильдар Гельмуддинов подал документы для участия в сентябрьских выборах. Он кандидат по 27-му одномандатному избирательному округу, куда входят 13 районов. В течение 10 дней окружной избирком изучит представленные документы и примет решение о регистрации кандидата. Сдача этих документов позволяет уже войти в избирательный процесс, открывать свой избирательный фонд и уже работать над доверенными лицами, их представлять опять в комиссию. То есть, ну, такой практически это старт избирательной кампании для меня. Казань сегодня посетил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Федеральный политик встретился с татарстанскими кандидатами в депутаты Госдумы. Подробнее далее. Лидер партии Алексей Нечаев не в первый раз в Казани. Их сегодняшняя встреча с республиканскими кандидатами от партии в депутаты Госдумы прошла в одном из каворкинг-центров города. В зале шесть кандидатов от Татарстана. Это Рустам Риянов, Роза Гайнудинова, Эдуард Шиверский, Гульнас Гиззатуллин, Ренат Хаджаев и Александр Быков. 4 июля съезд партии «Новые люди» в Москве утвердил 239 кандидатов по всей стране. Я сказал, что мы успеем сделать фракцию в Госдуме. И минимально это 5%, но я уверен, что мы этот процент сделаем и сделаем с запасом. У всех кандидатов-одномандатников, у всех своя история. Потому что важно, как мы успеем познакомить с идеями наших кандидатов, с ними самими. Важно, конечно, кто конкуренты на округе. На круглом столе кандидатов-депутаты представили партийному лидеру свои идеи, проекты и предложения. На встрече присутствовали активисты партии и эксперты. Вместе обсудили различные инициативы. Также в Казани Алексей Нечаев встретился со сторонниками партии «Новые люди». На встречу приехали представители из районов Татарстана. Партия уже представила документы в Центр избирком страны для заверения списка кандидатов. В Набережных Челнах готовят к открытию полилингвальную школу Адымнара. Она станет третьей в республике. Как идут работы сегодня, знакомила заместитель председателя Госсовета Республики, исполнительный директор Фонда Возрождения, который реализует этот проект, Татьяна Ларионова. Она пообщалась со строителями, родителями и будущими учениками школы. Полилингвальный комплекс Адымнар в Набережных Челнах начали возводить осенью прошлого года. Сейчас стройка идет в круглосуточном режиме с применением современных архитектурных решений. Насколько все готово, интересуется Татьяна Ларионова. Многофункциональная аудитория, лаборатории и мастерские, спортзалы, просторная столовая и бассейн. В таких условиях с 1 сентября начнут учебу 1224 школьника Автограда, обещают строители. Еще одна школа у нас будет работать в Лаишевском районе. То есть целая сеть школ Адымнар появится в нашей республике. Вот шаг за шагом все вместе, дружно мы должны осваивать новые горизонты. Для того, чтобы шагать, надо действительно не бояться этого. Что хотят увидеть школьники в полилингвальном комплексе еще? Об этом будущие ученики говорят Татьяне Ларионовой. Среди актуальных предложений благоустройство школьного двора. Здесь очень много деревьев, пассаж на парке. Мне кажется, это нужно как-то отобразить на доске, потому что это тоже наше состояние. Это очень классно, что наш город зеленый. Классный руководитель с всеми ребятами отвечал за какого-то детского примечательства. Допустим, у них были бы книги и классы могли бы обмениться. Как только завершат строительство комплекса Адымнар, в Челнах приступят к возведению центра доп. образования. Он будет находиться на базе одного из лагерей КамАЗа. Татьяна Ларионова рассказала, в лагере будут проходить профильные и языковые смены. А рядом с гимназией планируют построить интернат. Наталья Мизина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, ТНВ, Набережные Челны. Готовь трубы летом. В Казани сезон отключения горячей воды, которая связана с подготовкой энергокомпаний к новому отопительному сезону. Подробнее далее в программе. Не успели энергетики завершить отопительный сезон, как стартует подготовка к следующему. В летний период на энергообъектах ремонтные работы. Всего в Казани к осени планируют отремонтировать больше 140 объектов. Сейчас горячей воды ждут казанцы в Кировском, Московском, Вахитовском, Приволжском и Советском районах. Жители Салават-Купере дождались тепленькой одними из первых. Вовремя дали. На день и раньше даже дали. Отключали ненадолго. Быстро воду дали, опять горячая, холодная. Все нормально прошло. Горячую воду в микрорайон Салават-Купере поставляет казанская ТЭЦ-3, филиал энергокомпании ТГК-16. Зимой она же обеспечивает теплом и горячей водой 45 многоквартирных домов и 9 социальных объектов. Зимой тепло, даже жарко у нас. Там же 13 этаж, не холодно. Вода в план отключили, в план и подключили. Все нормально. Все день, день был. Работы на различных энергообъектах Казани будут идти до конца августа. Как заверяют в комитете ЖКХ, все объекты отремонтируют в срок, согласно установленным графикам. В Казани может появиться еще одно обновленное общественное пространство. На интернет-сервисе «Мой район» около тысячи голосов набрала просьбу о благоустройстве фонтана на улице Карбышева. Этой достопримечательности около четырех десятилетий. Последние несколько лет фонтан не функционирует. Пожелания по благоустройству с местными жителями обсудил депутат Госсовета Марат Нуриев. Жители просят, чтобы фонтан снова заработал, а рядом отремонтировали скамейки, поставили дополнительное освещение и детские площадки. Как отметил парламентарий, возможно, благоустройство объекта на Карбышева включат в план работ на следующий год. Тут пока фонтан не работает, там есть определенная проблема, есть с насосами. Мы обратились и в городскую администрацию, у меня есть депутатский запрос. В зависимости от голосования активных жителей, могли бы тоже вне очереди попасть в программу 22-го года те объекты, которые набрали более голосов. В новейшем формате маппинг, инсталляция, аудио, отрывки и все это о книгах. В Национальной библиотеке Республики сегодня открылась уникальная для самой библиотеки выставка «Глобальный мир татарской книжности». Новый формат привлекает молодежь. Все изучила и Вероника Гайнудинова. Это древние эпитафии надгробных камней 13-го века. С них начинается история татарской письменности, а значит книги. О них рассказывает ученый Альфрид Бустанов. Эпиграфические памятники сегодня представили графически. Этот современный выставочный формат называется мэппинг. Кроме этого, символы эпохи Золотой Орды можно рассмотреть в компьютерной анимации. Так исторические записи еще больше притягивают зрителей. Любой желающий может прийти и узнать, как мы развивались, на какой письменности была книжность, что из себя представляли книги. Эта книга – это же целая культура. Это не только текст, это и обложки, и графика, и иллюстрации. Вот это все можно увидеть. Вся выставка подобна книге. Здесь есть иллюстрации, тексты, комментарии к ним. Старинная печатная машинка. Вот примеры азбуки. Элифба. Раньше на обложке печатали учеников. А вот всем знакомый сейчас образ прилежного мальчика за партой. Как менялся почерк на рукописях, можно увидеть в инсталляции. Советский период представлен книжными памятниками, где три вида графики. Арабская графика у нас представлена и многочисленными более 5000 экземпляров единиц хранения рукописей. Татарских, восточных, тюркских, арабских и персидских рукописей. Используются разные медиа, не только книги, но и видео, и хорошее оформление, информативные тексты. Книги, несущие в себе свет сквозь века. Конечно, это уникальный проект. Увидеть рядкие книги и рукописи, погрузиться в историю татарской книжности, можно в Национальной библиотеке до ноября. Вероника Гайнудинова, Алмазья, Динов, ТНВ, Казань. Это все сегодняшние новости, о которых мы успели вам рассказать. До встречи, всего вам доброго.